Подготовка к весеннеполевым работам в Тверской области идет полным ходом. Во вторник эта тема была в центре внимания регионального Кабмина. В 2020 году на эти цели направлено более 200 миллионов рублей к государственной поддержке. Насколько готовы предприятия и какие возможности откроются перед местными товаропроизводителями в связи с ситуацией в мире? Расскажем в нашем сюжете. В 2020 году посевные площади в Тверской области составят более 500 тысяч гектаров. В весеннеполевых работах на сельхозугодиях региона будет задействовано более 4800 единиц техники. В настоящее время проводят техосмотр сельхозмашин, создаются запасы топлива. Особое внимание развитию льняного комплекса, увеличение посевных площадей и модернизация льноперерабатывающих предприятий. В настоящее время Верхняя Волжья лидирует в Центральной России по площади посевов этой культуры. В 2020 году льноводы региона планируют расширить их с 5 до более чем 7,5 тысяч гектар. Для них наращиваются меры господдержки. Сегодня на мировом рынке и на внутреннем льноволокно, льно семена, продукция глубокой переработки льна очень востребована. Цены на льнопродукцию за последние годы возросли в разы. Например, стоимость длинного волокна на мировом рынке достигает 200 тысяч рублей за тонну, короткого – 60 тысяч рублей за тонну. Мы думаем, что будет возрастать, так как спрос на нее растет. И недостаток на мировом рынке льноволокна составляет в ценовом выражении более 2 миллиардов долларов. О готовности к проведению весенних полевых работ доложили губернатору сами аграрии. Засеваем зерновыми где-то тысячи гектар, 10 работ пищевых у нас в ценах колхоза. Имеем семена для пассивных работ. Заканчивается ремонт техники. Открыта кредитная линия, льготное кредитование для проведения весенних полевых работ. Финансовое обеспечение предприятий отрасли в 2020 году существенно увеличено. Слаженная работа банка и Министерства сельского хозяйства привела к существенному увеличению объема финансирования. На текущий момент мы уже заключили кредитных договоров на сумму 817 миллионов рублей. Это в 3,5 раза больше, чем на текущую дату 2019 года. Объемы финансирования клиентам малого и среднего бизнеса в этом году опережают темпы 2019 года. И мы планируем к началу посевной кампании профинансировать более 160 миллионов рублей клиентам малого и среднего бизнеса. Глава региона отметил, что сейчас важная задача своевременно в течение месяца не более довести субсидии до сельхозтоваропроизводителей, которые им необходимы для проведения весенних полевых работ. В целом, по предварительной оценке минсельхоза, по итогам 2020 года ожидается рост производства продукции АПК в денежном выражении до 41 миллиарда рублей на 6,8% больше, чем в 2019. Однако у агрария все-таки есть опасения из-за пандемии коронавируса. Тут глава региона четко дал понять, в беде не бросить, поддержка будет оказана. К тому же, это и новые возможности для самих товаропроизводителей. Очень важно сегодня использовать одну возможность закрытия Европы, закрытия европейских границ, дает возможность и дает стимул для развития нашей отечественной экономики. Мы, со своей стороны, правительство и федеральный центр будет усиливать поддержку промышленных предприятий, которые будут работать и в режиме импортозамещения, и в режиме недопущения дефицита на разных рынках, на разных направлениях. Федерская область является самодостаточной. Сегодня мы видим по балансам производства и мяса, и молочной продукции, что у нас уверенное производство. Также в приоритете у региональной власти. Ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбыти земель из оборота. Участники заседания рассмотрели планы по вводу земель в оборот в муниципалитетах. На этой цели заложено более 118 миллионов рублей господдержки. Игорь Руденя подчеркнул, главы муниципалитетов несут персональную ответственность за сохранение рационального использования существующих сельхозугодий и ввод новых площадей. Эти показатели включены в число критериев оценки эффективности деятельности руководителей на местах.